Возможность получить деньги за мусор и таким образом дать вторую жизнь использованным пластиковым бутылкам, макулатуре, алюминию получили жители областной столицы. В Твери 12 мая заработал первый в регионе эко-пункт по сбору вторсырья. Что почем, с пресс-курантом знакомился наш корреспондент. Первыми посетителями эко-пункта стали учащиеся учебного центра имени Отрощанка. Юные эко-активисты сдали около килограмма пластиковых бутылок. За это они получили деньги, которые пойдут по решению ребят на нужды класса в планах сдачи макулатуры. Нам было важно, чтобы ученики также были заботливы о природе. В принципе, мы новое поколение, за которым сейчас стоит чистота нашего города, нашей области, страны. В эко-пункт можно приносить пластиковые стеклянные бутылки из-под питьевой воды, бытовой химии, алюминиевые изделия, макулатуры. Всего 10 фракций. На месте работники пункта их взвесят и отсортируют. Сортируется по принципу пластика. То есть есть пэт-бутылка, есть хим-пэт. Он сортируется отдельно, переработка у него тоже идет отдельно. Так, самые дорогие прозрачные бутылки из-под воды стоят 30 рублей за килограмм. Полипропиленовые ведра 20, белые цветные флаконы от химии по 5. Макулатуру 10 рублей, стекло 1 рубль и алюминий 40. Не принимаются грязные тары, автомобильные стекла, металл, картонная посуда, обои. Потом в сторсырье будет вывозиться на переработку. Дальше все это получит вторую жизнь, но уже в новых воплощениях. Как отмечают компании-переработчики, в торсырье именно у них, несмотря на его обилие в мусорных контейнерах, в дефиците. На каждом практически из нас есть предметы, сделанные из полиэстера. А вот PET-бутылка – это тот же самый полиэстер, правильное название – полиэтилентрифталат. Одежда из полиэстера, основа для линолеума, геотекстиль, который используется для строительства дорог. Пластик может быть переработан бесконечное количество раз, может дальше идти снова в пищевую упаковку без какого-либо вреда для человека. Чтобы полиэтилен не закапывать в землю, где он разлагается сотни лет, нужно приучить людей к отдельному сбору мусора. Это одна из задач эко-пункта. Это первый шаг к раздельному сбору на территории Тверской области. Хотелось бы, чтобы это не останавливалось, а это дальше развивалось и уходило в районы. Но пункт проекта областного оператора по обращению с ТКО – Тверспецавтохозяйство. Для вывоза вторсырья даже закуплены специальные автомобили. В рамках национального проекта «Экология», в рамках того, что мы двигаемся к раздельному сбору отходов, к тому, что Тверская область на сегодняшний день находится одной из первых, кто очень активно внедряет, то этот эко-пункт, он очень важен, он очень важен для жителей нашего региона, он очень важен для того, чтобы люди научились и привыкали к тому, что нужно разделять. Находится эко-пункт у торгового парка номер один, рядом с остановкой общественного транспорта. График работы с 9 утра до 9 вечера, без выходных. Выплата за сданное вторсырье производится на банковскую карту.